Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Светлана Тюрина. Куриный бульон для души – серия мотивационных историй, основанных на реальных событиях. Каждая книга включает в себя 101 рассказ или эссе. Вообще идея первой книги «Куриного бульона» принадлежит коучу Джеку Кенфильду, который в течение 40 лет на своих семинарах и тренингах по развитию использовал реальные истории. Клиенты Джека так вдохновились его рассказами, что Кенфильд решил написать целую книгу. Позже к работе подключился его коллега Марк Хансен. Но не все так радужно. На создание этой книги ушло три года. Авторы получили сотни отказов от издателей, прежде чем небольшое издательство согласилось его опубликовать, но при условии, что будет продано не менее 20 тысяч экземпляров. В итоге через полтора года было продано более миллиона экземпляров. Сейчас «Куриный бульон» стал одним из самых успешных мотивационных издательских проектов. Это настоящий бренд. Первую часть моей жизни я была заложником обстоятельств. Я родилась слепой, или вернее официально слепой. Кроме меня в семье было еще два ребенка. Моя мать была слепой, а отец неравновешенным и вспыльчивым алкоголиком. Я росла застенчивой, испуганной, одинокой девочкой и старалась стать невидимкой, когда ситуация в доме становилась невыносимой. Моя мать была добрая и любила своих детей, но ей не хватало сил, чтобы защитить нас от нервных срывов алкоголика и отца. Я часто убегала к дедушке и бабушке. В их доме я чувствовала себя в безопасности. А когда мы ходили в церковь, то среди прихожан встречались люди, которые во время службы стояли в проходе, кричали и били себя кулаками в грудь. От этого я еще больше пугалась и уходила в себя. Я поняла, что Бог сильный и страшный может наказать тебя, если ты плохо себя ведешь. Мой дедушка и бабушка очень меня любили и заботились обо мне. Я позволяла им во всем мне помогать. Они даже одевали меня и завязывали мне шнурки. Я полностью от них зависела. Я боялся рассказывать другим, что мой отец пьет и пьет своих детей, поэтому стало скрытно и мне было сложно общаться с людьми. Когда настало время учиться, мне поставили диагноз умственно отсталая и отправили в специальную школу. Но мне повезло. Женщина, которая ухаживала за детьми, заметила, что я совсем не отсталая. Однажды она расчесывала мне волосы и я с ней заговорила. Эта женщина поняла, что с головой у меня все в порядке, а проблема только в плохом зрении. Она настояла на том, чтобы меня перевели в специальный класс для детей с ограниченным зрением. Я почувствовала себя лучше и постепенно начала хорошо учиться. Я могла видеть буквы, если они были достаточно большими. Мне нравилось учиться и мне было приятно, когда мои успехи в учебе замечали и хвалили. Постепенно исчезали страхи, которые я ранее испытывала. Общаться с людьми мне было непросто, но я научилась бороться со страхом и добиваться своей цели. Раньше, когда меня обзывали и надо мной смеялись, я убегала. Постепенно я научилась не сдаваться и не избегать людей, которых плохо ко мне относятся. Я смелость защищалась от тех, кто стремился меня унизить и стояла на своем. Вскоре от меня отстали и оставили меня в покое. В один прекрасный день мне сообщили, что следующего года меня переведут в обычную школу. Я очень испугалась и снова стала замкнутой, застенчивой, испуганной. Но все-таки я пошла в нормальную школу. Первый год обучения был очень сложным. Меня постоянно третировали за то, что я плохо вижу. Я чувствовала себя ужасно. Меня толкали, на меня налетали и называли плохими словами. Я не выдержала и убежала. Одним из моих дядьев пригласил меня пожить у него на ферме. Я открыла для себя новую свободу. Там я могла падать и вставать без посторонней помощи. Я бегала, играла, смеялась, спряталась в сарай с сеном. Мои родственники с любовью относились ко мне и поддерживали во всех моих начинаниях. Так в обстановке свободы и любви постепенно рождалась моя новая личность, моя новая я. По территории фермы я научилась передвигаться при помощи всех своих чувств восприятия. Я становилась все более независимой и превращалась в красивую молодую женщину. Сегодня серия куриного бульона насчитывает свыше 250 номинований для разных целевых аудиторий. Родители, дети, взрослые, бабушки и дедушки, подростковые отношения и разбитые сердца. Примерно за неделю до Рождества я получила посылку от старой подруги по колледжу. «Можно открыть?» – спросила моя дочь Лея. «Конечно», – ответила я, оставив духовку под нос с печеньем. Она открыла посылку, из которой высыпались конфеты и небольшой запечатанный пакет. На лице дочери появилось недоумение. «Зачем она тебе прислала тянучку Лаффи-Таффи?» – я усмехнулась. «Мы с ней ели их, когда готовились к сессии. Как давно это было? На каждом фантике напечатана шутка». В магазине при общежитии колледжа эти конфеты продавали по 10 центов штука. Это были квадратные крупные тянучки со вкусом фруктов. Помню, что моим любимым вкусом был тогда банановый. Лея жевала конфету, читая напечатанную на фантике шутку. Ее сестра Хлоя тоже съела одну конфету. «А ты не хочешь?» – спросила меня Хлоя. «Не отказалась бы, но не хочу убивать свои пломбы», – ответила я. «Нет никакого желания идти к зубному прямо перед Рождеством». Девочки съели все конфеты, а я развернула пакет и прочитала вложенную в него записку. «Просто решила тебе послать что-нибудь душистое. Успехов, Лиза!» Внутри оказалось два освежителя воздуха. Ежегодно в серии выходит порядка 10 новых книг, как и прежде состоящих из мотивационных рассказов. Сегодня серия «Куриного бульона» насчитывает свыше 250 номинований для разных целевых аудиторий – родители, дети, взрослые, бабушки и дедушки, подростковые отношения и разбитые сердца. Книги этой серии переведены на 43 языка и опубликованы в более чем 100 странах мира. Составитель этой книги Эми Ньюморг, которая после долгой карьеры автора книг по телекоммуникациям, объемистых финансовых отчетов, бизнес-планов, а также корпоративных пресс-релизов, стала издателем, главным редактором и соавтором книги «Куриный бульон для души». К слову, этот сборник является новинкой книжного фонда, который пополняется ежемесячно. В апреле 2013 года я собиралась сбросить заниматься искусством. У меня было заболевание глаз, пигментный ретинит или пигментная дистрофия сетчатки, и оно обострилось. Из-за болезни я уже потеряла работу в социальной сфере и водительские права. У меня была крайне высокая степень близорукости, и я уже не могла толком рассмотреть фотографии знаменитости, по которым делала их портреты маркерами. Я не понимаю, кто это говорили мне члены семьи и друзья, которыми я показывала свои наброски. Я поняла, что пора бросать рисование. Мне было приятным заниматься, но, увы, всему свое время я не могла стать слепым портретистом. Я рисовала с фотографией, и мои рисунки должны были иметь определенное сходство с оригиналом. Ну что ж, писала я пост в фейсбук. Было здорово рисовать, но сейчас придется бросить. Я подумала и добавила. Сейчас я хочу найти способ рисования, при котором не обязательно иметь зрение. Например, пальцами. Ну, на самом деле, у меня не было никакого желания этого делать. Я знала, что есть слепые скульпторы, но никогда не слышала о слепых художниках. Слепых художниках просто не бывает. Однако на мою опрометчивую фразу отреагировала подруга по имени Соня. Действительно, попробуй рисовать пальцами. Пусть вдохновение тебе поможет. Интуитивное рисование – это высшая форма изобразительного искусства. Так прокомментировала она мой пост. Я выключила компьютер, встала и начала ходить по комнате. А может, и правда попробовать? Я окончила художественную школу, потом отучилась три года в художественном колледже, плюс еще много лет рисовала портреты. На самом деле, я не была художником в полном смысле этого слова. Я делала зарисовки. За все это время я написала только одну картину – желтые цветы, как полагается, маслом на холсте. Но Сонины слова запали мне в душу. Я взяла свою белую трость и пошла в магазин школьных принадлежностей, где купила несколько банок акриловой краски и бумагу. Я не умела рисовать пальцами. Я хотела и одновременно боялась начать, но с другой стороны, думала я, что мне мешает? Или все будут надо мной смеяться? Я вернулась домой и обнаружила, что у меня нет мольберта. Тогда я решила рисовать на кухонном столе. Я вылила краску в емкости на специальной палитре из картона и задумалась, что именно буду рисовать. Раньше я делала портреты знаменитостей и копирую их с фотографий. Сейчас я не в состоянии была рассмотреть даже цветок, если бы захотела его нарисовать. Я жила довольно близко от реки Огайо, но не могла ее достаточно хорошо разглядеть, чтобы нарисовать пейзаж. У меня не было опыта создания оригинальных художественных работ. Что же мне остается? Я расстроилась и даже думала, что зря ходила в магазин за красками. Потом я вспомнила, что мне писала Соня. Надо полагаться не на зрение, а на интуицию, воображение и память. Самые актуальные, модные, популярные авторы и книги разных отраслей попадают в фонд Дворца книги. А если вы хотите повлиять на то, какие здания будут приобретены в библиотеку и книги, о которых мы будем рассказывать в программе «Дежурный по чтению», то заполняйте заявку на сайте Дворца книги или в отделе статистики библиотеки, и тем самым вы сможете сформировать фонд Дворца книги вместе с нами. До этого я рисовала, исходя из того, что видела перед глазами. Теперь мне не надо было изменять свой подход. Полчаса я стояла, собиралась с мыслями и внутренне готовилась. Потом мне понадобилось всего несколько минут, чтобы решить, что именно я буду рисовать в памяти. Это будут пейзажи моего детства, проведенного в штате Кентукки. Амбары, стога сена, фермы и цветы. Я очень любила природу тех мест, и она буквально стояла у меня перед глазами, словно я ее видела в реальности. Я почувствовала, что на глазах появляются слезы, а в горле комок. Я почувствовала, что на глазах появляются слезы, а в горле комок. Я погрузила кончики пальцев в краску и начала водить ими по бумаге. Я не представляла, что у меня получится, и чувствовала себя как ребенок, но я продолжала накладывать широкие мазки, воспроизводя картины из своих воспоминаний детства. Я закончила картину, но своими слабыми глазами я не могла рассмотреть ее и решила, что должна показать кому-нибудь мою работу. На следующий день я пригласила на обед одну из своих лучших подруг. Эта женщина тоже была художницей. Она внимательно посмотрела на мою работу и сказала, «Не могу сейчас точно ничего сказать. Продолжай, попробуй еще». Я восприняла ее слова как знак одобрения. Когда подруга ушла, я ходила по квартире, раздумьях. Ко мне возвращалась надежда, что я могу продолжать заниматься искусством, но не так, как раньше. Может быть, мои картины не будут самыми идеальными, но это будут мои авторские работы. Я решила, что все должно получиться хорошо. Новый стиль зарисовки открыл мне новые возможности. Мои работы показали на местных выставках, и кое-какие из них купили. Я испытала большую радость и удовлетворение от того, что продолжила писать и могу помогать другим людям. Я стала преподавать рисование пальцами детям по программе Camp Discovery. Меня приглашали выступать перед учителями, работающими со слабовидящими и слепыми детьми и взрослыми. Мои новые работы доказали всему миру, что слабовидящие и слепые люди способны заниматься художественным творчеством. Если говорить о книге, то она начинается с предисловия. В жизни случается, что плохие вещи происходят с хорошими людьми, но большинство хороших и плохих событий в нашей жизни помогает нам стать лучше. Мы становимся более щедрыми, заботливыми и внимательными, более любящими. У нас появляется сострадание к людям. Мы больше живем настоящим, чем в своих воспоминаниях или мечтах. Так пишет один из авторов Фрэнд Рэшер. Так как же принять тот факт, что плохие вещи случаются с хорошими людьми? Как пережить потерю? Реальные истории героев этого сборника доказывают – самые безвыходные ситуации могут разрешиться совершенно чудесным образом. Эти истории истелят самые глубокие раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья.